Всем привет! Один из моих, надеюсь, пока немногочисленных подписчиков, написал, что у него проблема с анимацией от Миксама в Блендер. Для его проекта нужна была анимация, где персонаж шагает вперед, потом разворачивается на 180 градусов, шагая в другую сторону. Проблема была в том, чтобы развернуть направление ходьбы персонажа. Анимация ходьбы и начало разворота комбинируются без проблем. Но в конце, если применить еще раз экшен с ходьбой, персонаж просто разворачивается в исходную позицию. Нам нужно изменить направление движения персонажа. В обычном риге такие манипуляции можно сделать с помощью рут кости. Это такая кость, которая не двигает какую-то часть тела, а отвечает за перемещение всего персонажа целиком. Но в риге от Миксама такой кости нет. Мы должны ее добавить. Выделяем скелет, жмем Tab, жмем Shift-A и кость добавляется. Выделяем кость Hip и через Shift новую кость. Жмем Ctrl-P, Keep Offset. Теперь если в Pause Mode мы подвигаем эту кость, то двигается весь персонаж. Продублируем экшен. Повернем кость по оси Z на 180 градусов и поставим ключ. Персонаж шагает в другую сторону, как нам и надо было. Попробуем скомбинировать этот экшен с другими. При смешивании анимации возникают проблемы. Это потому, что в других анимациях нет этой дополнительной кости. Чтобы это устранить, надо запечь анимацию ходьбы на кости Миксамовского скелета. Удалим пока все стрипы. В Object Mode создадим пустышку. Добавим ей Constraint Copy Location и Copy Rotation. В полях Target укажем скелет и кость в хип персонажа. Пустышка повторяет вращение и положение этой кости. Запекаем анимацию на пустышку. Теперь рут кость можно удалить. Персонаж вернулся в исходное положение. В Pause Mode выбираем кость в хип и добавляем к ней два Bone Constraint. Copy Location и Copy Rotation. В полях Target этих констрейнов указываем пустышку. Теперь персонаж снова шагает в том направлении, которое нам нужно. Запекаем эту анимацию. Вделяем все кости. Идем в Pause Animation Bake Action. Проверяем нужные галочки. Жмем OK. Теперь у нас есть Action с анимацией ходьбы в обратную сторону. Добавляем стрипы в NLA редактор и смешиваем их. Теперь все работает как надо. Как я говорил в прошлых видео, с идущим на месте персонажем проще работать. Но теперь надо сделать так, чтобы он передвигался. В этом нам снова поможет рут кости. Покажу как это делается на примере анимации походки. Удалим лишнее. Добавим анимацию ходьбы и повторим ее необходимое количество раз. Запекаем ее. Добавим скелет рут кости. Выделим ее и поставим ключ на первом кадре. Теперь посмотрим, где находятся пальцы опорной ноги. Поставим здесь отметку. Перейдем на 10 кадр. Теперь передвинем рут кости, чтобы пальцы вернулись к отметке. Поставим второй ключ. В Graph Editor меняем тип интерполяции на линейный. Жмем Shift-E и ставим тип экстраполяции, тоже линейный. Теперь персонаж передвигается в пространстве, а не просто шагает на месте. Рассмотрим случай, когда персонаж обходит предметы и движется по кривой. Удалим ключи с рут кости. Сделаем пару препятствий в виде кубок. Добавим сцену кривую. Нарисуем с ее помощью необходимый нам путь. Просто экструдируем и передвигаем точки. Далее выбираем скелет. Идем в Post Mode и выбираем рут кости. Применяем к ней Bone Constraint. Следовать по пути. В поле Target указан кривую. Ставим галочки на Follow Curve. Жмем Animate Path. Теперь отрегулируем скорость перемещения персонажа. Идем в Object Mode, выбираем кривую. В Object Data Properties выбираем Path Animation. Здесь нам надо подобрать количество кадров, за которые персонаж передвигается по кривой. Сейчас это 100. Нам нужно такое количество, при котором ноги не будут проскальзывать. Делаем так же, как и с прямолинейным движением. В первом кадре отмечаем положение пальцев опорной ноги. Идем в 10 кадр, регулируем количество кадров, чтобы пальцы вернулись в нужную позицию. Смотрим результат. На слишком крутых поворотах выглядеть немного неестественно. Но для дуг с небольшим радиусом вполне сойдет. Вы можете так же повторить трюк с пустышкой и запечь анимацию на кости. После этого можно удалить рут кость и скомбинировать этот экшен с другими. Ставьте лайки, подписывайтесь и обязательно пишите комментарии. Потому что у меня только две версии их отсутствия. Первая вам неинтересна. Вторая, что я такой гениальный учитель, что вопросы по уроку ни у кого не возникают. Даже не знаю, что хуже. Всем пока, увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok